Приветствую вас на уроке курса компьютерной грамотности. Это урок, в котором я покажу, как создается почта к Gmail на телефоне. В первой части урока я показал, как это достаточно долго делается на компьютере, а сейчас мы значительно быстрее реализуем то же самое на телефоне. Я с помощью программы Teamweaver подключаюсь к своему телефону. Как пользоваться Teamweaver у нас есть в полезных инструментах. Посмотрите, пожалуйста. Это делается для того, чтобы записать этот ролик, чтобы вы видели экран моего телефона. Все действия на телефоне можно проделать аналогично действию на компьютере. Открыть браузер. У меня вот здесь стоит Яндекс.Браузер. Можно было бы установить Google.Браузер. И в мобильной версии этого браузера про те же самые действия, что я и делал на компьютере. Если для сервиса есть мобильное приложение, то лучше, быстрее и правильнее все действия выполнять именно через мобильное приложение. Для работы с почтой Gmail есть отдельное мобильное приложение. И я его вначале скачаю. Я захожу в Play Market и в поле поиска пишу Gmail. Прямо по-русски могу написать. Вот видите, Gmail почта. И вот приложение, которое мне требуется. Это классическое приложение. Я выбираю это приложение из поиска. Оно у меня уже установлено. Если оно у вас по каким-то причинам не установлено, установите. Но у всех, у кого телефоны на платформе Android, это приложение обязательно есть, потому что мы пользуемся сервисами Google. Вот посмотрите. Есть отдельная папочка Google. И вот тут все основные мобильные приложения от Google. В том числе и почту Gmail. Я открываю это приложение. У меня уже подключен аккаунт Gmail для того, чтобы пользоваться Google Play. Но без этого никак. Это сервис Google. То есть нужно было в чем-то авторизироваться. Если вы первый раз устанавливаете это приложение, например, у вас телефон Apple, либо какой-то специфический Android, может быть и у кого-то не установлены эти приложения по умолчанию, вот у меня они и стоят. У вас может быть только кнопочка «Добавить электронный адрес». Я сейчас создам дополнительный почтовый ящик на сервисе Gmail. Возможно, у вас будет только один выбор – создать этот ящик. Выберу «Создать другой ящик». Выберу Google ящик. И появляется действие «Создать аккаунт». Видите? Нажимаю «Создать аккаунт». Возможно, это действие у вас появится сразу же на первой страничке. Но мобильные приложения, они имеют вид различный в зависимости от телефона, на который вы устанавливаете, от версии мобильного приложения. То есть внешний вид может меняться. Наша задача – найти кнопочку «Создать аккаунт». То есть мы создаем аккаунт Google. Нажимаю «Создать аккаунт». На телефоне меня спрашивают, для чего я создаю этот аккаунт. Я выберу для себя «Личный аккаунт». Я начинаю заполнять уже привычные поля, как и на компьютере. Набираю «Игорь». Набираю «Черноусов». Нажимаю галочку, что все окей. Мне опять же предлагают заполнить данные по году рождения, по полу. Пропустить это невозможно. Данные нужно вводить. «Мужской». Нажимаю «Далее». Я придумываю свой почтовый ящик. Это должно быть только по-английски. Переключился на английский. И придумываю ящик. «Черноусов». И добавлю сейчас каких-нибудь цифр. Вот так. Но, скорее всего, вот такого ящика нет. Нажимаю «Далее». И мне предлагают ввести пароль. Пароль я буду использовать тот, который я сделал на компьютере. Ну вот, благодаря тому, что я управляю своим телефоном с компьютером, мне скопировать пароль через Teamweaver не составляет никакого труда. С мобильного телефона вам этот пароль придется куда-то сохранить. Вот сейчас я его вставлю, нажму «Ctrl V» и в поле «Подтвердить». Также вставлю, нажму «Ctrl V». То есть Teamweaver позволяет легко и просто данные с вашего компьютера кидать на ваш телефон. Нажимаю «Далее». Добавить номер телефона. Здесь я не хочу ничего добавлять. Нажимаю «Пропустить». И вот я создал аккаунт Google. То есть создал почту вот с таким вот названием «Черноусов 596 Gmail». Пароль, который я сейчас только ввел. Опять же соглашаюсь с конфиденциальными данными. Нажимаю «Принимаю». И жду завершения создания аккаунта. Мне предлагают сохранить мой пароль в Google. Я это никогда не делаю и вам никогда не советую. Потому что именно так вы все свои пароли можете и потерять. Вот вошел в свою почту, только что созданную. Убедился, что мне пришло письмо. Опять же от Gmail с поздравлениями и предложениями много чего скачать. На этом все. Если будут какие-то вопросы по ролику, пожалуйста, пишите их в домашнем задании.